Друзья, всем доброе утро. У меня, по крайней мере, утро. У нас такой сильный ветер, штормовое предупреждение. Я сегодня даже детей в школу не пустила. Ещё где-нибудь по голове чем-нибудь ударит. 20 деревьев упало за ночь. Но я хотела вам показать вот такую хоечку у меня, подгоревшую мою. И сейчас покажу. Так, где-то я тут... Вот. Скажите, пожалуйста, это не цветонос? Вот это вот. Так хочется, чтобы это был цветонос. Или это просто плеть растёт? Уж очень хочется, чтобы она у меня расцвела. Она у меня так здесь нарастила вот такую вот. Уже длинную. Никак не куплю я опору, чтобы замотать. Стоит у меня здесь ещё пеппероми. Обычная туполистная, варигатная. Вот. Ещё вот такая вот уже варигатная пеппероми. Как-то она там называется. Ну, здесь вот она получше хоть немножечко. Варигатной стала проявляться, потому что на другом месте стояла вообще никак. Ну, или, может быть, это ещё с лета, потому что зелёные... Ну, молодые листики лезут зелёненькие просто. Обычная зелёная туполистная. И я, наверное, с ней буду прощаться. Мне не нравится то, что она очень сильно вытягивается. Так что, если кому-то надо, из Калининграда можете приходить забирать. Вот так вот. Здесь у меня было побольше растений, но я уже часть унесла. Хочу всё сюда перенести хоечки. Они у меня укоренились. Ну, и вот думаю, потому что я здесь открываю вот так вот микровентиляцию. И здесь прохладненько получается. Вот. И думаю, им же нужна прохладная зимовка. Всё хочу сюда перенести, но как-то... Кажется, что они помрут. И ещё... Что у меня здесь здесь портится? Как будто... Ещё стоит вот эта хоя бавата, кажется. Да, что-то мне не нравится. Вот тут вот он такой прям вот это место. Место вот это вот мягкое. Хотя она вся мягкая. И вот такой лист. Так, надо понаблюдать за ней. И она у меня вот эту вот дома как... Стартанула. Вот этот вот кусочек нарастила здесь дома. Я даже не заметила, она у меня внизу стояла. Давали папоротник. Сдавали, и я поняла одно. Потому что пока она лапы свои не нарастит, листья она пускать не будет. Вот. Поэтому мы наращиваем свои паутинные лапки. Вот так вот. Давали. Стоят у меня здесь не в самом чистом горшке, не пойму, чем из мазюкова, что она не отмывается. Хотела сказать, пепперомия церапегия варегатная. Хорошо здесь разрослась. Я её так это умеренно поливаю. Здесь прям сухо. Листики уже, наверное, пора бы полить. Она выпустила у меня одну обычную ветку без варегатности. Я её срезала. И вот пока... Пока хорошо. Вот так я её закручиваю туда. Тут уже длинная такая плеть. Вот. Пока закручиваю. Надо её чуть-чуть будет полить. Что ещё у меня здесь стоит? Конечно. Крестовник. Крестовник у меня уже так разрослась. Вот ещё покажу. Видите вы или нет? Против света будет плохо. Ну, такие... Не знаю. Сантиметров 40, наверное. Уже они его... Сейчас я его поправлю. Вот так установила. И не до рассказала. Кое Керри. Вот корни. Ну, из листика, наверное, будет очень-очень долго расти. Пойдём в следующую комнату. Так, продолжаем. Перебрались в комнату старшему сыну. Будем смотреть, что у меня растёт здесь. Суккулентные садики. Садик один, последний. Ну, не знаю. Видите, вот эти вот малыши здесь разрослись. Вот эта толстяночка была розовенькая на улице, а сейчас уже становится такая зелёная. Крестовник. Ну, вот они уже такие мягенькие. Наверное, уже пора полить. Гараптопитал. Гараптопитал парагвайский. Кажется, так всё время не выговаривают растения. Вот так просто медленно пробегусь, покажу. Я как-то так подостыла к суккулентам. Это просто мне некоторые нравятся. Вот те, что мне нравятся, я их оставила. А остальные раздарила, продала, отдала. Крестовник Ровли. Мой дублик. Ещё один. Ну, это такие-то такие меленькие, прям горошинки, как будто молодой. А вот этот вот кактус, не знаю, как он называется, он у меня подгорел. Ну, сейчас вроде обрастает, вот эти уже зелёные нормальные наросли. Молоденькие. Смешно так получилось. Полубелый, полузелёный. Тоже особо не переживаю за него. Он такой больше, ампельный. Стоит у меня здесь кротон. И на этом кротоне я поймала клеща. Недавно. Травила. Затравливала. Вроде как бы побороли мы его. Ну, вот сейчас смотрю, вот эти вот молодые, вот здесь вот покусанные, как будто надо бы ещё две или три обработки я делала. Вот, видите? Это явно следы разнедеятельности клеща. Вот эти вот пятна. Дальше моя делосперма, которую я, ну, вот этот горшочек как раз-то я и хотела оставить. И вы посмотрите, октябрь месяц. И она у меня решила цвести. Кстати, только сейчас наметила. Так что здесь ей явно понравилось, раз она цветёт в октябре. Причём сегодня какой? 22 октября. Здесь уже ближе к концу месяца. Вот этот вот ионим я всё хотела продать. А сейчас уже не хочу. Смотрю, он выпускает вот боковушки здесь. Разрастается. Потихонечку. И я думаю, что я нижние листики уберу. Хочу именно вот, чтобы ионим у меня рос как деревце. Посмотрим. Ионим киви весь подсох, засох. Ну, я суккулент и стараюсь не очень хорошо поливать. Ну, по чуть-чуть поливать. Когда он на свету был, он был киви-киви. Ну, не знаю, наверное, знают, как выглядит киви. Он красивый очень. А сейчас, конечно, здесь света, видимо, не хватает. Вот такой. Тоже стараюсь вырастить его таким, как деревце. Вот такой обзорчик. Всё. Потом ещё твое окошко покажу чуть-чуть позже. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.